Это лучший видеоредактор под линукс. Нет, даже так, это лучший опенсорс видеоредактор вообще. Знаете, заметил то, что никто не снимает что-то кроме капката да винчи премьера, как в то, в чем реально можно монтировать говняшку на ютубчик. И меня это бесит. Часто слышу, как людям при переходе на линук советуют ебучий да винчи, который работает как дерьмо, так еще он не на всех видеоках будет адекватно работать, а его установка на линукс это полный пиздец, это тихий ужас. Вот у меня к тебе вопрос. Неужели ты настолько профессионал, что тебе нужен этот да винчи, премьер? Серьезно? Тебе для примитивной трансформации, примитивных переходов так нужна проприторная залупа? Ты точно не сможешь? Вообще никак ты не сможешь? Я пытаюсь вам доказать, что опенсорс для монтажа тоже имеет место быть и что он может подойти для базовых и не только базовых задач с видеомонтажа. Так что давайте я вам все-таки расскажу о своем пиздатом опенсорс видеоредакторе KDN Live. KDN Live это нелинейный бесплатный опенсорс видеоредактор от разработчиков окружения рабочего стола КЛДЕ. В KDN Live вполне можно заниматься сложным монтажом. Это не игрушка на подобии OpenShot. Это очень мощная программа, которая не только гонится за функционалом, но и пытается оставить UX как можно более юзерфрендли. Как и во всех современных видеоредакторах, в KDN Live есть таймлайн, где можно создавать бесконечное количество видео и аудиодорожек, дракон дроп для файлов любого формата и кодеков. Если вы закинете файл с кодеком, который KDN Live не поддерживает, он будет автоматически сконвертирован с помощью FMPEG в нужный формат. Я до сих пор в ахуе, почему так не делает DaVinci из коробки? Дорогой Blackmagic, ну пожалуйста, ну плиз, просто возьмите и спиздите это пиздатое решение всех проблем с кодеками с вашим сравинчи на линуксах. Вот же это решение, ну прям у вас это блюдечки. У нас есть предусмотр сурса или все, видео на таймлайне или клипа. Здесь вот у нас композиция, это что-то типа переходов. А здесь эффекты. Композиции и эффекты можно применить просто перетащив на видео, которое находится в любом месте на таймлайне. Эффекты после применения будут находиться во вкладке стек эффектов. А здесь у нас режимы, тут инструменты, которые мы можем использовать для нарезки видосов на таймлайне. Ну, все. В принципе, это все, что вам нужно знать для начала. Довольно удобный UX для опенсорс программного обеспечения, не так ли? Как и в любой другой программе для монтажа, мы можем резать, перемещать, накладывать клип на клип, ускорять и замедлять видео, создавать текст и делать другие интересные штуки. Из эффектов у нас есть кроп, цветокор, создание маски, хромакей и многое-многое другое. Но давайте я вам на примере самого главного эффекта, который вы будете использовать 90% времени, покажу, как коденли вообще с этими эффектами работать. Давайте поставим себе задачу, что нам нужно переместить что-то из позиции А в позицию Б. Для этого мы можем использовать эффект трансформации. Перетащив эффект трансформации на клип, мы можем начать изменять его размер и двигать по экрану. Изменить позицию можно с помощью мыши или с помощью числовых значений. Также на почти любом эффекте вы можете увидеть ромбики. Это ключевые кадры, с помощью них можно делать анимации. Просто зададим начальную позицию, конечную позицию и установим кривую из пресета. Готово! С помощью эффектов в Коден Лайф можно сделать практически все, что угодно с клипом. Просто комбинируя их, используя ключевые кадры для изменения и управления состоянием. Ну я про Коден Лайфу не может, к сожалению, сделать вот так вот. И в этом вся проблема. Хммм, а может все-таки можно? Ну говоря про Коден Лайфу, все-таки к счастью, может это сделать. Ну, как видите, все-таки да, можно. Чтобы это повторить, я проанализировал видеореференс Михи. При первом переходе он юзает засветление. Я использовал для получения аналогичного результата эффект тень полутона свет. Для зуммирования я использовал эффект трансформацию, а потом немного размыл видео с помощью квадратного размытия. Я использую обрезку с ключевыми кадрами, чтобы делать вот эти черные линии по бокам. А, ну и весь клип у нас дергается благодаря эффекту GateWave. Здесь вы можете сказать, что типа как-то мало слишком элементов на таймлайне. Но это все потому, что использовал для удобства последовательности. Кстати, это тоже такая прикольная фича в Коден Лайфе, что можно на последовательности в проекте накладывать эффекты, и они будут применяться ко всем клипам внутри этой последовательности. Ну вот, например, последовательность 3. Здесь можно увидеть, как я использовал два раза функционал автоматической создания маски с помощью локальной нейронки, которая уже встроенная в Коден Лайф. И в этом все проблемы. Миха, в чем проблема? В тотальном скилл и шуй? Пиздец! Все-таки в этом случае я больше согласен с Кианой, что хороший софт не сделает твои руки прямыми. Прямые руки есть критерия качества. И вы, наверное, после всех этих моих слов спросите, Диабло, так почему же все не перешли с проприетарной хуйни на Коден Лайфе? Почему его везде не используют? А здесь все просто. Самая главная загвоздка, самая главная проблема в Коден Лайфе это отсутствие аппаратного ускорения при редактировании видео. После наложения несколько тяжелых эффектов на клип, Коден Лайф в предосмотре начинает очень жестко тупить. И это проблема. Конечно, с этим можно жить, создавая прокси-клипы или делать пререндер куска видео, которое ты только что отредактировал. Но для прям очень сложного монтажа Коден Лайф не сильно прям... Именно сейчас не очень сильно подходит. Но! Надо просто не исключать это. Потому что при желании в Коден Лайф можно сделать все, что угодно. Это довольно мощный инструмент. Не нужно говорить, что в Коден Лайфе там не хватает каких-то эффектов. Там очень много всего есть. Так, все-таки, зачем используют этот сраный Коден Лайф? Вот мне многие говорят, поставь ты просто винду там, поставь какой-то видеоредактор там проприетарщин, обмазайся этим говном. И здесь есть проблема. Меня тотально точнит от этой сраной винды. Я заебался с ней пердолить, постоянно ее чинить на компах других людей. Я у себя вот дома, у себя вот, у себя на компе. Я что, просто кайфовать и чилить на Арш-Ринуксе? Не нужна мне эта сраная винда. Второй момент. Идеология. Хотите вы или нет, но Коден Лайф это один из довольно мощных, развитых, полностью бесплатных и открытых, опен... Да, открытых, я уже сказал открытых. Да, видеоредактор. Его делают не корпорации ради денег, а люди, которые хотят сделать инструмент, чтобы он был хороший, полезный для всех. И это охуенно. Многие просто ноль, что у нас в опенсорсе нет альтернатив. А потом просто игнорят те проекты, которые имеют вот в будущем, в будущем, в будущем огроменный потанцевал. Да, в Коден Лайф на данный момент есть проблемки с аппаратным ускорением, но, блядь, все остальное уже давно на месте. Там эффекты, ключевые кадры, маски, нам нейронки, прокси, вложенные секвенции, композитинг. Это все уже давно там есть. И с каждым годом это все только улучшается. Короче, ребят, ребят, короче, экстренное включение, вот, 18 августа я не заметил. Короче, вот, выпуск КДН Лайф, значит, 25.08. Если мы промотаем вот вниз, то мы увидим вот, что обработка видео, декодирование, добавлено включить аппаратное декодирование, опция мастерей, настройки, при подготовке к будущим функциям аппаратного ускорения. Вот, рендеринг, кодирование. Виапи, нвд, вот, нвдек у нас. Значит, что скоро получается у нас появится нормальное аппаратное ускорение. Потому что для подготовки к будущим функциям аппаратного ускорения. Так что я все-таки был прав. Вот всякая фигня была добавлена. Значит, я все-таки был прав, что где-то через где-то плодик они добавят нормальное аппаратное ускорение уже для всего КДН Лайфа. Так что ждем! Ребята, ждем! Опенсор софт лучший! Короче, к чему я это? Скачайте КДН Лайф! Вот, вот, вот просто, вот сейчас прям возьми, скачи его. Вот, вот сейчас ты прям это видео смотришь. Скачай КДН Лайф! Сука, падла! Скачай КДН Лайф! Я тебе говорю, тебе нужно скачать КДН Лайф! Скачай КДН Лайф! Скачай КДН Лайф или, не знаю, скачай КДН Лайф и найдешь у тебя под подушкой там 5000 долларов. Вот, вот, вот я обещаю, найдешь у тебя под долларом, скачай этот ебучий КДН Лайф! Потести его, там, пару дней на каких-то базовых задачах. Я уверен, что такие задачи у тебя, у вас, ну, короче, будут, есть и будут, да, есть и будут. Рано или поздно вы делаете какие-то не сильно заебистые видео в плане монтажа. И КДН Лайф для таких видосов, ну, просто идеален. И, пожалуйста, будьте к нему более снисходительным. Не засирайте его там без причины. Если у вас кто-то в будущем будет спрашивать о видеомонтаже на Linux, вспомните, далеко не всем нужно про 100-500, там, эффектов на таймлайне, там, светофор, светофор, цветокор, как у Марвел. Большинству людей нужен адекватный работающий инструмент, и КДН Лайф с этим вполне справляется. Поддерживайте свободный софт! И будьте хотя бы немного снисходительным к тем, кто занимается этим, кто делает что-то не за деньги, а ради сообщества, ради свободы и ради идеи. Короче, жду вас в КДН Лайф! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!